Всем привет! Меня зовут Катя Рок. Надеюсь, что я ваш любимейший персональный стилист, влогер, блогер и вообще отличная девчонка, которую вы смотрите здесь на ютубчике. С чего начать? Начну, наверное, с того, что это видео у нас с вами в таком формате, который я очень давно не практиковала, даже немножко страшно. Надеюсь, что вам понравится и всё получится клёво. В общем, формат, который я хочу вернуть на свой ютуб-канал, это формат вот такого вот лампового общения с вами, когда я сижу перед камерой в своей гардеробной и вещаю вам о чём-то. Сегодня конкретно я буду рассказывать вам... Я думала, как бы назвать это видео, думала, что, может быть, это что-то типа как фавориты последних полугода, или сколько я там не выпускала это видео, назвать его просто фавориты, назвать его мои покупки-распаковки. В общем, я пока плаваю в том, какой будет формат конкретно этого видео, но идея такова, что я вам показываю, что я купила из последнего, что мне нравится, рассказываю почему, пытаюсь больше давать конкретики, потому что я знаю, что я умею просто сказать, вот это классная штука, и не объяснить вообще, например, про косметику, или про парфюм, или ещё про что-то. Это конкретно такая моя фишка, потому что я не люблю сама углубляться, то есть я не такой задрот, когда я что-то выбираю, и я такая нравится, а не так, что там почитать, узнать. Вот, но я понимаю, что в плане формата, конечно, интересно, наверное, вам понять, почему я это выбрала, и я попытаюсь вам объяснить в своём странном стиле, в своём исконном моём стиле. В общем, что ещё я хотела сказать, как будет это видео устроиться сегодня, сейчас мы сначала поболтаем, и я расскажу вам, кто-то лежат вокруг меня, кто-то не лежат, пустое место в видео, я, конечно, молодец, давайте вот так сделаю, сейчас затравку. Здесь стоят вокруг меня, лежат вещи и всякие другие предметы, которые я хочу вам показать и рассказать о них. Что ещё? А потом я хочу взять, как бы, камеру в руки и пойти, у меня там висит ещё рейл с покупками последними, потому что, ну, какую-то одежду уже, как бы, я не хочу показывать вот так вот здесь просто, вот так вот я покажу одежду, только ту, которая прямо суперновая, и распаковка ещё не носилась, в общем. Там висят, по-моему, вещи, которые я уже как-то надевала, ну, в общем, покажу вам рейл, и посоставляю образы из того, что вот здесь у меня лежит, и покажу вам, как я это ношу, будут бешеные луки, будут применимые для жизни, в общем. Это какой-то мой полёт фантазии, я надеюсь, что он вам понравится, и у нас всё с вами получится. Ну, давайте начнём, я тут как-то себе всё расставила, буду просто по порядку брать и немножко вам рассказывать. Значит, первый лот. Эта покупка была сделана в Милане, сейчас вот в недавнюю мою поездку. Как видно, поездка была рождественская, потому что у очень многих, ну, почти всех люксовых брендов меняется немножечко упаковка на праздничную, и чтобы как-то ещё приятнее было совершать покупки в период Рождества. Здесь у меня шапка. На самом деле, я давно смотрела на шапки Селин, потому что мне нравилась их посадка. Здесь ещё мне очень понравился цвет. Не знаю, передаёт ли камера, но он такой насыщенно интересный, фиолетовый. То есть он как бы кажется издалека, возможно, синим, но он реально такой с фиолетовым оттенком, очень красивый цвет. И я увидела эту шапку, причём у меня очень часто такие покупки. Ну, во-первых, я думала про шапку, что мне постоянно нужны новые шапки. Мне каждый сезон я меняю примерно две свой пол шапок. То меня там, то не устраивает, то я перепридумываю как-то стилёк на зиму там и так далее. В общем, и тогда в Милане, это был, по-моему, первый день, очень плохая погода была. И я ушла, был полудождь, я так замёрзла, зашла в Селин. Там оказалась такая милая девушка, она предложила мне сразу кофе, предложила ещё что-то. И вообще всё супер было располагающе. И я купила шапку. То есть это была моя первая покупка в поездке. И мне очень, ну, подумала, насколько же важно уметь находить клиенту подход, быть милым. И всё, сразу хочется покупать. Вот. Шапка Селин, проехали. Боже мой. Как рандомно. Следующая покупка. Это вот такие вот классические кеды ванс. Мне кажется, что будущее весной будет очень прикольно в них ходить. Я уже придумала кучу всяких образов. И с тренчами, и там, и можно в спортивном стиле. То есть с какими-то трикотажными штанами, которые я очень люблю. Можно даже с юбками, с платьями. В общем, настроение какое-то вот такое, полускейтерское. Потому что, ну, я в скейтерскую молодость очень любила ванс. У меня первые вансы были чёрные слепоны в шашечку такую чёрно-белую. Такие скопанковские. Боже мой. Я себя чувствовала просто самый классный. Самый модный в них. И вот сейчас, не знаю, что-то мне захотелось возродить эту историю. Наверное, потому что я дико устала. Это какой-то мой протест. Я устала очень от Adidas Sambo. Они очень модные сейчас. Мне нравятся с ними образы. Но вот это такой, не знаю, бич персонального стилиста. Такая проблема. Что я постоянно всё читаю, везде сижу, всё смотрю, анализирую, записываю себе в тренды и так далее. И поэтому через какое-то время я жутко устаю от каких-то классных трендовых вещей. Которые, в принципе, ну, я советую клиенткам. Они мне нравятся. Но я уже просто не могу себя в гардеробе иметь. И это мой какой-то протест вот такой, что типа я куплю себе вот эти классические чёрно-белые вансы. Что-то такое. Образы с ними составлять очень легко. Я очень люблю, как их носит Хейли Бибер. Я сейчас туда подставляю, чтобы вы увидели, ну, в каком стильке можно это носить. И очень клёво. Боже мой. Сейчас я разогналась. В общем, следующий лот. Обожаю их коробки. И вообще, у меня даже есть забавная фотография. Вот сюда я куда-нибудь ставлю. Вся почти последняя обувь. Хотя я очень много покупала её. Боже мой. У меня Prada. И это, наверное, бренд, в котором мне удобно и нравится всё. Ну, помимо обуви, мне нравятся там сумки. Мне вообще очень сейчас нравится то, что делает мне ещё Prada. Ещё в тандеме с Рафан Симонсом. Ну, она мне и до этого нравилась. То есть Prada, наверное, такой мой бренд. Как-то он отражает меня. Ну, по крайней мере, в данный момент. Давайте сейчас я попробую приблизиться как-то к камере получше. Не понимаю, будет ли вам меня видно. Хочу вам сделать такую распаковку на камеру. Боже мой. Я уже в столе свои дни делала. Ай-ай. Ой, мама. Так. Значит. Сейчас вы немножко удивитесь. Значит, здесь всякие эти штуки, прибуды. Ой, неправильно. Вот так. Это туфли. Ребят, это туфли. Вы не ожидали от меня? А я взяла и туфли себе купила. У меня нереальное сейчас настроение такое парижское какое-то. Я жду весну. И, как видите, мне нравится сейчас Total Black. Тоже вот какой-то отдельный прикол. Я раньше, вообще мне муж говорит, что когда мы с ним познакомились, я ходила бы только в чёрном. Я обожала Total Black. Потом у меня начался период любви к светам. Всяких экспериментов с светом. И мне кажется, я достигла у них каких-то высот даже немножко. То есть я люблю цвет. У меня хорошие с ним отношения. Но сейчас вот мне нравится Total Black. И я, видите, вот заказала такие туфли. Я хочу... Поехать в Париж. Взять их с собой. Взять какие-нибудь джинсы-клёш. И носить их там. И, может быть, какой-нибудь жакет. В общем, настроение вот такое, ребят. Весеннее. Что у нас тут? Чтобы вам про них ещё сказать. Они называются Кальзатурой Донна. Наверное, это что-то с Альзатурой Цвет. С Пазолата. Группнейм. Не знаю. В общем, вот если кому-то вдруг нужно их позывные. Пожалуйста. Так, что у меня тут? У меня тут очень приятные всяческие ещё покупки. Например. Это тоже одна из последних моих покупок. Смотрите, какая она красотка. Просто обожаю её. Это сумка Prada. Это новая модель. Она как раз у них называется... Так, немножко подвинусь. Она у них называется Супернова. Это размер... Боже мой, я такая молодец, что я даже подготовилась. Взяла комплюктер. Нашла эту Prada на сайте. Чтобы вам вот просто... Потому что... Так, вот она. Prada Супернова Медиум. Размер. Не знаю, видно кому-то или нет. Мне кажется, я вставлю это как-то более красиво. За что я её люблю и за что нет. Скажу, потому что я уже её поэксплуатировала, поносила. Во-первых, я люблю её, естественно, за внешний вид. Во-вторых, мне очень нравится вот то, что есть вот такие ручки. Они удобные. Очень удобные. И есть необходимое мне... Я без этого вообще, мне кажется, сумки не покупаю. Бариация носки CrossBuddy. То есть длинный ремень. Он достаточно такой тонкий. Вот так прикольно тоже носить. Нравятся детали. И не нравится, что у неё, видите... Сейчас у Миу-Миу тоже есть одна сумка, которая мне безумно нравится. Сейчас я её сюда вставлю. О, кстати, здесь хороший плейс я себе сделала для того, чтобы вставлять всякие штучки вам. В общем, коричневая сумка Миу-Миу. Она у меня типа сейчас в каком-то маячат виш-листе. Но опять, там вот эта вот застёжка. Когда вы берёте руку и пытаетесь сюда вот просунуть, то вы, во-первых, маникюр себе фигачите. Во-вторых, кольца. И, конечно, это не суперудобно. То есть она вот такая вот складывающаяся. Не могу сказать, что вот это суперкрутая история. И из-за этого можно увидеть, ненавидно вам или нет, образовались небольшие складки вот в этом месте, где я руку проталкиваю в неё. В общем, вот для кого это, например, критично, то не советую тогда эту сумку покупать. Потому что, ну, маникюр, руки, вот она их прямо скребёт. Но она такая красивая, что мне всё равно. Вот. И я как бы её всё равно люблю. Жизнь. Следующая покупка – это покупка Шанел. Я, естественно, сейчас, это тоже уже распаковала. И... Ой, мамочки! Господи, ладно. И запаковать также для вас я не смогу. Вот тут видно, что покупка сделана в Стокгольме. Что тут? Камела, естественно. Ну, естественно, вот эта толстая лента. Дальше тут ещё... Так, давайте, как бы мы пытаемся красиво это сделать. А, вот там. Ну, в общем... Начается... Бумага. Много бумаги. Опять бумага. Эту сумку... Эту сумку... Так. Мне... Я попала через Байера. Вот. Это, кстати, в сумке Шанель. Вкладывают вот такую штуку. Здесь, по-моему, да... Какая-то гарантика может эксплуататься. Я не знаю. В общем, вот такой конверсик. И в нём ещё вот здесь вот для ухода тряпочка. То есть, по сути, это вот такая вот штучечка, чтобы протирать вашу идеальную сумочку Шанель. Ну, я, кстати, вот эти штуки, мой латхан, использую для того, чтобы хранить цепочки. То есть, я сейчас вот когда вам эту сумку опять красиво распакую, ну, уже достану её, поставлю в зеробный. Но... Боже мой... Обожаю, обожаю, я её обожаю. Просто посмотрите на эту красоту. У неё, значит, на ремне, на цепочке детали в виде игральных... Даже не игральных, как-то назвали... В виде фишек из казино. Так, я почему-то резко покраснела и покрылась спариной. Я обожаю. Между софитой стоят, чтобы тёмной зимой всё было светло. Так, что значит? Эта сумка из... В общем, она коллекционная, можно сказать. Но при этом у неё классическая форма. Сзади-то кармашек. Она стёганная, милая, маленькая. Не знаю. Могу посмотреть её... Кстати, наверное, на чеке. В чеке наверняка есть, как она называется, модель... Сак Рабат. Всё. Всё. И невероятная сторона, с которой хочется и будет умалчена. Потому что, конечно, шанель не чувствует, как дом. В общем, красотка. Обожаю. Ну, она супер универсальная. Я думаю, как её носить, проблем у меня вообще не возникнет. Как и с чем. То есть, вы можете носить как угодно, с чем угодно. Потому что она самая красивая сумка в мире. Так. Всё. Закрываем. Оставляем. Вот момент, который я не продумала. У меня уже здесь вкоплено коробок. Куда всё это оставлять, непонятно. Ну, поехали дальше. Господи, я так хочу пить. Поэтому сейчас вам расскажу. Внезапно в сумке Шанель мы перешли на водичку. Витамин Well Awake. Я её называю витамин water. По-моему, первый раз попробовала её в Скандинавии как раз. Это шведская, да? Шведская вода. Да, шведская. Этот вкус с малиной. Со вкусом малины, обогащённой витаминами, минералами. Мне очень нравится. Это негазированная история. Очень приятный напиточек. У неё много вкусов. Я очень люблю пить её летом. Я обычно пью её вкусом цитрона. Каких-то, в общем, в принципе, цитрусовых. В Петербурге я продаётся ватки вкуса. Значит, в Москве тоже. Ну, и в Европе тоже много где продаётся. Раньше, по-моему, она в Старбаксе продавалась, когда он у нас был. Очень люблю эту штучку. Советую, кто не пробовал, попробуйте. Вот, знаете, я просто иногда, редко, крайне редко, хочу лимонада. Ну, вот, типа, там, выпить банку Кока-Колы или ещё что-то. Вот, когда особенно так, там, что-то снимаю или от чего-то устала. Хочу просто налить чего-то. Кинуть в красивый бокал я обычно наливаю. Это такая-то уже отдельная история. Мне кажется, что очень важно радовать себя не только вкусом, но и эстетикой визуальной. Я наливаю в красивый бокал, кидаю в красивый большой кусок льда. У меня есть такая- я вам, если вы моё зритель постоянный, то вы видели, как я купила такой штуку для льда. Ну, в которую заливаешь воду, ставишь в морозилку. Она у меня силиконовая, бренда Hei, датского. Очень его люблю. Это бренд или шведский, в общем, скандинавский. И он делает крутые большие кубы льда. И вот, когда вы берёте какой-то бокал, кладёте туда этот куб льда, наливаете какую-то водичку или лимонад, или просто воду с лимоном, уже как-то как будто пьёте какой-то невообразимо крутой коктейль. Ну, в общем, я так себе это представляю. Мне очень нравится. Так, ещё немножко попью. Боже, ребята, никто не говорил, что блогерам быть так сложно. Персональным стилистам это легче. Так, давайте. Едем дальше. Что у меня здесь ещё? У меня здесь... Я вот начинаю, конечно, я не с того, в плане что с очков, но я сейчас дикий фанат бренда Miu Miu. Я очень хочу, очень много айтемов из новой коллекции, бью себя по рукам. Поставляю вот сейчас вам сюда вот эту коллекцию, которая будет SS23, то есть весна-лето 23. Она просто one love. Мне кажется, что сейчас даже Miu Miu больше мой, чем Prada. То есть вот Miu Miu я боялась просто полностью, ходила и кайфовала. Для знатоков уже поняли, что это самозащитные очки. Кстати, Miu Miu не меняли упаковку. Ну, так же, как и Prada, например, не меняют вообще визуал своих пакетов, мне кажется. И брендинг, свой логотип уже 3000 лет. Также Miu Miu, кстати. Все сейчас бренды пытаются как-то там что-то менять, изменять. Но старушка, Miu Chabra, да, все-таки хороша. В общем, это я купила Miu Miu, и мне кажется, что даже... А, у меня не было много единицы, поэтому нет. Только те, кто смотрели в сториз. В общем, это солнцезащитные очки. Miu Miu. Здесь сбоку у них логотип. Очень мне нравится, что он цвет в цвет, тон в тон, цвет очков. Очень круто сделанные дужки внутри. С этим золотым M. Вот такие вот очки. Зеленые, классные. Я от них мега кайфую. Я... Это очень смешно. Мне каждый раз, я такая, так, пойду за черными очками. Все, простые очки, Катя. Все, ты купишь простые очки. Вот простые очки. И нет. Я беру, выбираю зеленые. Я просто их увидела, такая, о май гад. Она такая, о, ничего себе, вы первые, кто купил зеленые очки. Эти очки, кстати, я купила не в Ницце, а в Монако. Там очень классный Miu Miu магазин, а в Ницце его, в принципе, нет. В Ницце такой себе посредственный шоппинг, но и люксовый в том числе. То есть там, да, там есть Cartier, там есть всякие другие бренды. Но, да, в общем, в этом выпуске будет достаточно вещей Miu Miu. Я даже придумала, что я сделаю вам лук только из Miu Miu, хотя он у меня абсолютно не с зимний, верх летний. Но я попробую. Я попробую. Я попробую. Господи, вот что, что это? Это, дорогие мои, перчатки. Сейчас суперактуальна вот эта эстетика театральных перчаток. Это большой тренд. Может быть, вы видели фотографию Ирины Шей, где она стоит в длинном... в юбке Макси. Это тоже большой тренд. Просто в белой футболке, в перчатках. И вот так вот сейчас очень актуально носить перчатки с футболками. Свои перчатки я купила в супердешевом магазине имени Miu Primark. Это британский масс-маркет, где все стоит просто суперчип. Они стоили 3 или 4 евро. Вот. Я в них была в новом году. Вставлю сюда фотокарточку. Ой. Чувствовала себя просто королевой. Вот есть какие-то детали, которые, когда надеваешь и в образ добавляешь, чувствуешь себя супер-супер-супер-пупер просто. Вот перчатки один из таких. Я, конечно, хотела черные, но черные я что-то не нашла. Если вы вдруг знаете, где такие перчатки черные достать, пишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я все еще хочу себе и черные такие перчатки тоже. Так. Что у нас дальше? Дальше у меня тут внезапную косметика. Это бренд Comfort Zone. Я не знаю, блин, видно вам что-нибудь? Не видно? Надеюсь, видно. Если будет не видно, то я, когда на монтаже это пойму, я сниму это как-то отдельно. Вставлю. В общем, это маска с офигенным лифтинг-эффектом. Мне она очень нравится. Я много видела ее сначала в инстаграме у всех. Ее постоянно советуют девушке, на которых я подписана. Вот. Поэтому я просто заказала золотом яблоки. И все. Теперь она у меня есть. Она очень кайфовая. Я ее люблю. От нее реально кожа сияет. Эффект очень быстрый. И вот это ощущение какой-то подтянутости есть. Вот. Работает. Называется Sublime Skin. Лифт маск. Immediate Effect Mask. Видите? Superblesser Effect. В общем, советую. Что тут у меня еще из косметоза? Еще из косметоза, я не знаю. Вот это вот. Ну, я пользуюсь этим уже очень давно. В очередной раз сейчас в поездке купила. Это серия, значит, у Chanel Hydra Beauty. Там вот голубым так написано Hydra Beauty. В общем, это ночная масса с камелией. Мне очень она нравится. Я использую ее просто как ночной крем. То есть я не смываю. Ну, то есть, получается, смываю с утра и наношу на ночь. Обожаю. Это просто, ну, вау. Этот продукт Chanel действительно любить. Из новинок, которые я даже не думала, что когда-нибудь у меня будут. В плане вот такой тип косметики, значит. Я вообще фанат уходовой косметики, если что. Я не пользуюсь почти декоративной. Немножко там могу подкрасить бровки, подкрасить реснички. Но это крайне редко. Вот. Ну, там всякие тональные штуки тоже. Особо ничего не использую. Но уходовая косметика. Уходовую косметику я очень люблю. Например, этот бренд Labrouket. Шведский. Очень мне нравится. И это, это хенд серум. Серум. Не знаю, как правильно сказать. В общем, это такая вот штучка. Такой вот пипкой. Выглядит не очень. Так, можно хоть сразу нанести. Значит, вы вот просто берете. Божья такая бьюти-блогерка. Нет. Значит, капаете себе на ручки. Это как бы не крем. Более жидкая текстура. Серум. Он моментально впитывается. Делает руки мягкими, шелковистыми. Я люблю ухаживать за руками. Следующий лот. Это парфюм. Я крайне редко покупаю себе парфюм. Очень я человек такой, достаточно консервативный в парфюмере. Не знаю, как это сказать. В общем, я не любитель много банок, чтобы у меня было. У меня есть несколько любимых. И все. И вот этот я не смогла просто устоять. Я не смогла пройти мимо. Бренд называется Storos Kugan. Это шведский бренд. Аромат называется Phantom de Mauli. Я так понимаю, что это связано с каким-то призраком или каким-то жителем вот этого места. Я сейчас сюда вставлю... Я нашла, естественно, на сайте бренда эту историю. На английском. Вот. Прочитала и забыла. Вот такая вот я. Ну, хотя давайте... Знаете, я хотя бы вам ноты скажу у этого аромата. О, еще по поводу ароматов. Я нашла сайт, который очень круто работает. То есть я оставлю ссылку на него в описании. В общем, вы можете там... Я даже прямо отсылку на именно этот раздел оставлю. Ввести аромат или несколько ароматов, которые любите вы. Или любят там ваши подруги, там ваш партнер, еще кто-то. И вам там выдаст подходящиеся по нотам ароматы, которые вы можете подарить человеку. Ну, то есть это очень удобно. Сайт на английском. Ну, там, мне кажется, все понятно достаточно. Там просто строка как поиска. Вы туда вбиваете. И он разделяет ваш аромат на ноты. И говорит о том, что вам еще может понравиться. И что соответствует этому аромату из мира. Вот аромат, который есть. Очень прикольно. Я увидела у кого-то в Телеграм-канале этот сайт. Быстро пошла. Мне стало очень интересно. Так, у меня тут что? Естественно, бергамот. Я просто, мне кажется, у меня во всех ароматах есть бергамот. Я его обожаю. Я обожаю чай с бергамотом. Это, знаю, все мои патчипчики. Чипчики, я вас люблю. Вот. Что тут еще? Green leaves. Листья зеленого лимона. Это в топе. Средние ноты. Это кардамон, лаванда, кориандр и лесные цветы. Ну, это просто я. Вот. Это просто я. Вот. И внизу там ветивер, естественно. Тонко бобы. Ну, то есть, все, что мне нравится. Сандал. Просто идеальный парфюм для меня. Четко. Просто созданный для меня. Плюс еще я в восторге от его упаковки. Я постоянно любуюсь этот зеленый шар. Напоминаю, какой-то малахит. И, в общем, дикий восторг. Дикий восторг, ребята. Я постараюсь оставить ссылку, да, в описании. Все, что найду. И на сумке, там и на все. Продолжаем. Дальше у меня здесь всяческие украшения. И самое, что главное, это часы. Ребят, значит, бренд я каждый раз думаю, правильно ли я приношу его или нет. Но, окей, как я думаю. Поскольку это швейцарский бренд и произносится это как французский лад, то это Матьё Тисо. В общем, бренд Айли Мэтью Тисо. Это швейцарские часы. Посмотрите, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста, какая красота. Я вообще в восторге. Ну, во-первых, я увидела их на сайте All Time. Мне очень нравится этот сайт и их магазин. Возможно, видели у меня в одном из петербургских влогов. Я была у них... Так, надо, можно сразу убрать. Пожалуйста, снимать всякие штучки. Ножка, какая красота. Что я хотела вам сказать. Я была в магазине All Time в одном из своих петербургских влогов. И показываю его вам. Он находится в Петербурге на улице Восстания. Прямо рядом с метро Восстания. В здании гостиницы Октябрьской. Там огромнейший магазин. Там просто невероятный выбор всего. Но эти вещи я заказала онлайн. И что тоже очень-очень удобно. Значит, просто посмотрите. Просто посмотрите. Блин. Ну, я еще сейчас вам сниму. Когда буду образ составлять, я буду, естественно, с этими часами. Их зеленый цвет, он меня завораживает. Циферблат просто вау. Все, как я люблю. Так. Я неправильно их надела, естественно. Потому что я показываю вам в камеру. Я молодец. Вот. Значит, у них есть дата. Что тоже очень круто. И мне безумно нравится это сочетание зеленого с остальным. Так. Что у меня тут дальше? Ну, ребят. У меня еще три пакетика. Посмотрите. Вот. Три пакетика. Раз пакетик. Два пакетик. Три пакетика. Три пакетика. В них кто бы мог подумать, что может быть в этих пакетиках, когда я заказываю себе украшения. Естественно, кольца. Так. Блин. Как будем показать? Значит. Вот это кольцо. Печатка. Бренда. Ну, у меня там все. Бренда. Nouvelle Mode. По-моему, с французского это переводится как новая тенденция или что-то такое. Новая мода. Ну, просто я. В общем, это печатка с цветком. Я специально взяла побольше размера, чтобы носить ее вот на этом пальце. Это невероятный восторг. Дальше. Что у меня там? Я сейчас вам поближе все-таки покажу. Мне кажется, они слишком маленькие. Я очень давно хотела кольцо, которое как бы, как это называется, ремешок часов. Сейчас тоже его надену. Блин, какая красота. Сусна, все золотое, сорока, ворона. Так, нет, не на этот палец. Ой-ой-ой, да, я помню, что я заказала, чтобы вот так было. В общем. А знаете, что я еще очень люблю? Я очень люблю сочетать разные металлы. То есть вот у меня здесь сталь, здесь золото. И третье тоже кольцо. Ну, ребят. Я вообще, я и кольца. И оно тоже, оно с зеленушечкой. В общем, вот как я заказала, чтобы носить это вот так. Так, я в восторге, даже снимать это не буду. Буду так сидеть, мне пофигу. Дальше, что я вам хотела еще показать. Книгу! Это Восторг. Я, как вы знаете, кто следит за мной в инстаграме, я часто бываю на Финском заливе в ресторане Music Garden. И там я увидела вот эту книгу, только на английском языке. Это кулинарная книга об адстве Даунтон. Если вы не знали. Факта Кати Рок, номер миллион тысяча пятьсот сорок пятый. Абсолютно бесполезный факт. Я обожаю об адстве Даунтон. Это мой любимейший сериал. Я смотрела его, пересматривала его. Графиня Грэн там... Ой, сердечки. И я обожаю их полнометражные фильмы. Я дико ждала все. И вообще, в общем, это Восторг. Когда я увидела там эту книгу, все, я поняла, что мне надо. И что вы думаете? Я поехала... Я вообще, ну, ну, гад просто поехала в подписные издания. Это наш очень классный петербургский книжный магазин на Литейном проспекте, старинный. Я подхожу к ребятам просто, говорю, вот вы не можете заказать, у вас есть такая книга. Да, она у нас есть и приносит мне на русском, даже не на английском, что тоже клево, потому что, как бы, ну, приятнее читать на русском, честно вам скажу. В общем, посмотрите. Такая красота. Она безумно красивая. У нее здесь все в картинках, в рецептах. И здесь есть и рецепты, как бы, upstairs и downstairs, то есть то, что ели господа, то, что ела семья и то, что ели слуги. Это просто, ну, это просто восторг. Просто, просто восторг. Очень классная книжка. Знаете, я люблю такие книги, которые называются Tea Table Books. Типа книги как бы бесполезные, но она не бесполезная. Здесь можно много рецептов подчеркнуть. Которые кладутся вот так вот красиво лежать на столике около дивана. И когда к вам приходят гости, пока вы там или им готовите коктейль, или они ждут чего-то, или, ну, в общем, у вас есть настроение. Нужно просто сесть и полистать, почитать вот эти вот красивые книги, которые лежат и просто радуются. Я в восторге. Я в диком восторге. Так. Книгу куда тебе положить? Следующий лот. Нормально я так перехожу, просто там. Ну, типа так, это, ну, это не важно. Это моя первая сумка Hermes просто. Это очень важно. Эту сумку я подарила себе в этом году на день рождения. Просто потому, что не было тебя, не могла сказать тебе, что я твоя. А, сори. У меня часто такое бывает. Просто приходит голову песня, и я ее зачем-то пою, и еще и на камеру вам. Что я хотела сказать про сумку Hermes? Что? Ой, мамочки. Коробочка пыльная. Пришлось ее запихнуть обратно в коробку. Все такое, естественно, это не распаковка. Распаковка была у меня в инстаграме. Эту сумку я заказывала через Байера. Мне ее, не помню, в какой стране купили. Привезли мне ее прямо домой. И я сразу же улетела в Ниццу. Потом я вернулась после своего дня рождения. И вот сделала распаковку в инстаграме. Значит, так как это моя первая сумка Hermes, она, конечно же, не самая дорогая из них, но тоже сложно доставаемая. Потому что в Hermes все сложно доставаемая. Значит, вот тут вот на такой вот подушечке. Обожаю эту. Эта сумка живет жизнь лучше, чем я. В таком вот пыльнике. Боже, как сложно. Лежит вот такая вот сумка. Я давно смотрела на эту сумку. Извините. Значит, нет, наверное, еще вот так сделала. Значит, я давно смотрела на эту сумку. Я как вам поближе, чтобы показать ее. Значит, эта сумка. Модель ее называется Hairbag. Значит, у нее здесь вот такая вот застежка круглая. Одно отделение, как и принято, сумок Hermes. Но здесь есть кошелечек. В Hermes, конечно, все познается в деталях. Вот, обожаю, что у них на молнии. Не знаю, видно ли здесь, показываю, буква H. H. Что тут везде все Hermes. Все, блин, кожа просто идеальная. Все такая выделка. Все такое вот ням-ням-ням. Значит, она получается сделана частично из кожи, частично из ткани. Сзади у нее вот такой вот покет, кармашек. И что важно, у нее есть вот такая кросс-бадди история, ремешочек. Он нерегулируемый, но удобный. Очень люблю все детали, например, вот эти. Я и распаковка дорогущих сумок. Вот такие вот детали. Кругленько вот тут начинается. В общем, она прекрасна. Она за Юшкинск. Я ее носила всю осень. Но зимой уже не носила, потому что не хочется убивать ткань. И я очень хотела именно в коричневом цвете. Я вообще поняла, что я фанат коричневых сумок. У меня их почти нет. Но сейчас я хочу вас помнить этот пробел. Вот. И на следующий день рождения вселенная. И я хочу... Это была проба пера. Я хотела понять, мне вообще удобно с сумками такого типа. Потому что я раньше с сумками такого типа не ходила. Когда одно отделение. Застегнутся на вот так. И вот так. Но носят ее, конечно, все расстегнутые. Первый день, когда я ее надела расстегнутые, ко мне подходили и говорили, что у меня открыта сумка. Это классическая история с владельцами сумок Эрмес. Вот это выглядит вот так. В общем, красота невероятная. А, еще здесь вот. Я его, кстати, почему-то не надела и не ношу. Это, значит, классический Эрмес замочек и ключики внутри. Может быть, весной надену эту сумку. Вот. Думаю о покупке Биркин сейчас. Наверное, надеюсь, что на следующий день рождения, который в сентябре, я подарю себе Биркин кожаную. Хочу почему-то рыжую в цвете Эрмес. Вот как цвет коробки. Но посмотрим, что получится у Байера. Какие вообще будут опции. Как это вообще. В общем, доставание сумок Эрмес, говорю, это какой-то отдельный прикол этого мира. Но в этом что-то есть. Как будто бы мне нравится за ней немножко гоняться. Вот ее так заполучить. Как будто я такая хищница-охотница. Она такая моя жертва. Не знаю. Как-то так. Так. Что тут у нас еще? Все падает. Сейчас я вам покажу, что тут еще. Еще, значит, у меня здесь такой пыльник. Вот мой любимый логотип. Обожаю логотип бренда ТТ. Так, не знаю, видно ли или нет. Это сапожки. Такие замшевые сапожки. Очень красивые. Опять же, те, кто смотрит все мои влоги, помнят эти сапожки по влогу из Стокгольма. Это первая поездка была в Стокгольм после пандемии. И я их там не купила, дико жалела. В итоге заказала со скидкой. Потому что они вышли на скидки на официальном сайте ТТ. Что очень приятно. Очень приятно. Обожаю скидки. Обожаю. Вот. Что у меня тут дальше? Дальше у меня здесь покупка из Хельсинки. Сейчас я была в Хельсинки. Это вот такая вот, тоже розовая. Ну, ребята, как бы. Кепка JW Андерсон. Здесь такая надпись. Внутри там тоже все надпися. Я планирую носить ее летом. И как-то сочетать. Вот у меня такая идея была. Но, я не знаю, получится или нет, это в итоге воплотить. Я хочу, знаете, с какой-то банданой или с каким-то повязкой носить кепку. Посмотрим, получится ли у меня это делать. Так, дальше. У меня здесь еще два главных убора. Я купила их в кос. У меня всегда сложатся с главными уборами. Значит, это... Я называю ее... Ну, во-первых, это шляпка. Панама. Ну, а что самое классное, ее ткань, это полотенчиковая. Я называю ее полотенчиковой панамой. Вот. Она будет круто смотреться этими зелеными очками, например. И вот эта, она более такая смешная, как мне кажется. Но она именно для лежания на пляже. Очень красиво. Обидь панамы из коса. И еще из коса у меня вот такая глупая сумка. Тоже вот она, видите, под тон, подсвет к этой панаме подходит. Такой фиолетовый, лавандовый. Очень мне нравится. И что у меня тут еще? И это последняя из моих... Ну, нет, у меня там еще висит рейл. Но вот из сумок, сумочных покупок. Но не менее любимая. Просто я ее уже затаскала. Опять же, если вы следите за мной в Инстаграме, то вы видели. Я обожаю эту сумку. Я постоянно ее ношу. Это сумка JW Anderson. JV. Это британский бренд именной. То есть это Jonathan Anderson. Он делает вещи для своего бренда. Также он креативный директор бренда Lueva испанского. Оба эти бренда сейчас очень трендово, очень актуальны. И что мне нравится? Этих сумок несколько цветов. Есть черная. Во-первых, я могу сама и свои сделать черную, как видите. Вот. Есть рыжая. Есть розовая. Есть фиолетовая. Я, в общем, много видела. Ну, она очень удобная. Она как мешочек. Не знаю, я ее таскаю постоянно. Так, ну все, ребят, на этом вот такой формат у нас переходит в формат рейла и составление образов. И сейчас вам еще, может быть, что-то из этого вблизи получше покажу. Так, как обещала, вот вблизи эти прекрасные кольца, печатка с розой. Это фианит. Насколько я помню. Если я что-то помню вообще в этой жизни. Так, сейчас посмотрю. Угу. Очень классная. Мне нравится сочетание. И эти часы. Красавчики. Такой насыщенный зеленый. Красивый циферблат с датой, которую я еще не выставила. Простите, пожалуйста. Ладно, в общем, идем составлять образы. Ох, ребята. Вот еще все мои последние покупки. Они висят на рейле. Например, помните брюки Прада из берлинского блога? Кофта Sporting Rich из парижского блога. Так, это просто покупки Carhartt. Так, это пустая вешалка. Очень нужная сейчас здесь. Что тут у меня? Кофта из Абальмаран Этуаль из Хельсинки. Агли Свитер. Свитер. Петербургский бренд. Обожаю его. Это мой любимый масс-маркет в Викдей. Постоянно покупаю там вот эти типовые и очень классные худи на молнии с капюшоном. В этот раз купила себе фиолетового цвета. И, честно говоря, уже не вылезаю из нее. Так, это я купила в Петербурге. Это футболка Sporting Rich. Это в Ницце куплена юбка Zara, которая сейчас вот суперактуальна в пол. Это, опять же, в Викдей куплена юбка Cargo. Сейчас буду вам ее мерить. Дальше что у меня тут? Майка Жильзандер. Ни разу не надета еще, естественно. Топ Жакмюз. Я иногда думаю, что у меня не гардеробная, и муж так говорит, а магазин как бы. Топ Мю-Мю. Платье. Два из Эйчика. Штанцы Мю-Мю. Купленные еще в прошлом сезоне, как и боты Мю-Мю. Но я просто хотела сделать тотал-лук Мю-Мю. И сейчас вот, наверное, с него и начну. Это я. Это моя круговая лампа. Не понимаю, оставлять ее тут или как-то убрать из кадра. Боже мой, я такой блогер. Вот. Это мой прикид, в котором я вам сейчас только что снимала. Помогите, пожалуйста. Так, еще я хотела вам показать. Боже мой. Эта покупка была очень важной и классной для меня. Но она случилась в начале февраля 2022 года. и так и висит в этом пыльненький кофре, как бы назвать. Ни разу не надетая, потому что просто не было настроения. Почти год. И сейчас я хочу показать вам, что внутри. Так. Здесь внутри красиво самков. Внутри, во-первых, офигенная вешалка. Во-вторых, шанель джекет. Я так хотела себе его купила и до сих пор ни разу не надела. Но это весной, я надену его точно. И ничто мне не помешает, я надеюсь. просто посмотрите на эти детали красоты. Сейчас я вам примерю. Так, ну вот, я нацепила эти туфельки. Эту макси-юбку в пол. Черная футболка. И для чего я все это нацепила, чтобы примерить этот жакет для вас? Мне кажется, что слишком получилось женственно. Ну, бывает такое, знаете, когда перебор со всеми элементами. Мне кажется, мне уже пора перестать снимать на сегодня. Я ничего не соображаю. Завтра продолжу, потому что делать такие луки, знаете, это не в моем стильке. Не, ладно, красиво смотрится, как будто у меня макси-черное платье, розовое же кет, туфли на таком Китон Хэллс в маленьком каблучке. Блин, ну я в кайфе. Смотрите, прекрасные кольца Нювель Моуд. Просто вау. Ладно, нет, мне все нравится. Беру свои слова назад, мне все нравится, просто идея была в покупке этого жакета в том, что я носила его как раз анти Шанель стайл. Ну, то есть с какими-то джинсами, может быть, даже, ну, в общем, очень в своем стиле, совмещая такой пош-стиль Шанель и что-то такое спортивное. Ну, сейчас какое-то настроение вот такое, знаете, такая девчуля, девчуля на туфельках, ну, или у меня уже едет крыша, потому что я устала. Два варианта. Ладно, следующий образ. Как бы я решила, что мало Шанель. Ладно, это серьезно, у меня уже... Настроение шальная императрица, богачка. Это очень смешно, это... Это просто анти... Ну, ладно, нет, этот черный мне нравится, но, конечно же, я никогда не надену, мне кажется, вот так вот просто, типа, сумку эту с этим жакетом. Но как красиво смотрится вот эта пуговичка с этой фишечкой. Ладно, все. Переодеваюсь! Так, теперь будет этот лук миу-миу. Начнем мы с обуви. Такие дутые малыши. Хлазвенькие. Ну, конечно же, будут надеть вот эти штаны. Такие же. Так, ну что, ребята, вы этого ожидали? Скажите мне, когда я вам говорила, что вас ждет тотал миу-миу лук. Короче, пока что у меня есть только топ, очки и полностью дутый низ. Я себя представляю в этом луге, как будто бы я на горнолыжном курорте, знаете, опрыски. Сняла горнолыжный верх и пью глинтвейн. Блин, вообще восторг. Но, конечно, сочетание зеленого с розовым любимое. Мне нравится еще, как штучков, черные стекла, и они так круто с этим топом сочетаются. В общем, восторг, ребят. Восторг. Ну, конечно, это не для просто обычного дня лучок. Еще раз повторюсь, что это такой уместный лук только на горнолыжном курорте, когда вы снимаете сверху, чтобы подзагореть немножечко. Так там часто, кстати, происходит. Я шнобордист со стажем. Ладно, переходим к адекватным лукам, которые вы сможете применить в своей жизни. Но этот лук чисто я. Следующий лук максимально напоминает мне о скетчуржской молодости. Значит, здесь вансы очень объемные, очень широкие, прям большие мне штанцы, но я такую люблю. Кроп свитер, то есть если сильно задрать руки, дальше мои супер часы, вот мои тюкисо, супер колечко, сумка правда, а свитер и штаны это М Кло, блин, ну это просто восторг. Главное не забывать про аксессуары всегда, а А еще, мне кажется, я недооценивала вот этот ворот. Он мне очень нравится. Так красиво смотрится. И вот эта крупная пряжа, вязка. Это не косичка, а какие-то ромбы. Ну, в общем, тут много разных видов этой пряжи. Мне очень нравится. И молочный цвет их мне очень нравится. Цвета молока. И вот эта суперскладка над бэнсами. Так, смотрите, я надела следующий свитер от Aimeclaw. Такой розовый, классный. И изменила аксессуар на кольцо с зеленым фианитом. Потому что зеленый с розовым очень классно дает эффект. И очень важно, как мне кажется, даже в аксессуарах подбирать по цветам. И взяла сюда коричневую сумку, что тоже вот очень круто смотрится. Получается молоко, коричневый, розовый, зеленый аксессуар. Черно-белые кетики. Надеюсь, что луки, которые я составляю, как-то вас вдохновят по цветам, по моделям. То есть вот сейчас очень актуально. Широкая карга. Так мне нравится. Конечно, я хочу вдохновить вас на ношение колец. Потому что я помешана на кольцах. Так, ну вот этот стиль я как раз таки называю спортшик. Когда, ну даже это не спортшик, леди-бомж, я не знаю. В общем, у вас шуба, сумка Шанель, классные украшения, клёвые часы. Всё как бы на мази. Жизнь удалась. А внизу трикотажные штаны, свитер и такие вот боты, кстати. Я эти боты тотем как раз таки мерила в тотем с трикотажными штанами. И так хотела носить. Потому что видите, как они делают более утончённым этот сумасшедший такой образ. Достаточно бомжовый, очень комфортный. Из-за того, что у вас такая сумка, классная шуба, украшения. Вы выглядите как бы внутри очень расслаблены. У вас такая гамма вся бежево-коричневая. Замшевая обувь. Но очень-очень-очень комфортно. Так, ребят. Судя по времени на моих мэтью-тесо, пора заканчивать. Я не всё показала, что хотела. У меня ещё куча идей разных образов. Но мне кажется, видео тогда просто будет бесконечным. Если я сейчас не закончу. Пишите в комментариях, какой образ вам понравился больше. Какой не понравился. Ну, понятно, что всё это очень, скажем так, кусовщина. Потому что, ну, то, что я составляю себе, это абсолютно не то, что я составляю своим клиенткам. Потому что мои клиентки, они, ну, одеваются более сдержанно, более спокойно. Очень некоторые из них прямо модницы и хотят интересных образов. И мне есть где разгуляться. А обычно все хотят повседневных, простых, хороших образов. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Я надеюсь, что вам понравился этот формат. Все важные ссылки в описании. Я вас очень сильно люблю. Подписывайтесь на мои другие соцсети. Подписывайтесь обязательно на канал. Обязательно поставьте лайк. Обязательно напишите комментарий. Это очень помогает мне делать дальше, вдохновляться. Хотеть снимать для вас. Я вас очень-очень люблю. Пока.